Девушки отдыхают А, это ты, Юнга? Заходи, полюбуйся Красивый кораблик Моя первая бригантина Еще со всем молодым матросом Я совершил на ней Кругосветное путешествие Шторма, ураганы, айсберги Эх Да что-то я разболтался по-стариковски Тебе, наверное, на тренировку пора У вас там вроде ответственный матч на носу Ага, сегодня с Тузиковыми играем Только меня все равно не берут Эээ, почему? Говорят, что я этот Нападающий Бублик Из команды Сейта Не вешай нос, Юнга Ты еще станешь Львом Яшей А кто это? Лев Яша Это самый лучший вратарь в мире В молодости мы были дружны Ходит легенда, что когда команде Льва Яши Вручали хрустальный кубок Один из футболистов выронил его из лап И Яша в отчаянном прыжке В отчаянном прыжке Поймал хрустальный кубок У самой земли Вот каков он был Лев Яша Здорово Ну давай, падай же Роза, ты должна мне помочь в одном важном деле Ой, сама важность В каком еще деле? Ты должна сначала подержать эту вазу А потом по моей команде Ее просить И остаться на выходные без кино и дискотеки? А для чего же я тут собиралась 4 битых часа? Вот еще Ну как же я тогда стану Львом Яшей? Лиза, помоги мне, пожалуйста Ты что, не видишь, я работаю? У меня вдохновение Говори, только быстро Я хочу, чтобы ты уронила мамину любимую вазу Ага, сейчас Я ее воскокаю А ты про меня потом маминой наябедничаешь Мне это очень нужно Конечно нужно Меня накажут, оставят без сладкого А тебе конфет в два раза больше Махинату Гена, поможешь мне в одном очень важном деле? В каком? Я должен стать Львом Яшей Это невозможно по определению Яшей ты не можешь стать из-за родителей Которые уже назвали тебя малышом А Львом из-за Дарвина И его классификации видов Хотя, современная наука На уровне генных мутаций При определенных условиях Ну тогда подержи, пожалуйста Если взять льва и ввести ее в другой организм То при благоприятных условиях Можно добиться Это я сам виноват Заморочил мальчишке голову Рановато тебе еще повторять подвиги, Льваяш Представляете? Полный разгром Восемьдесят четыре Двадцать три В общем, порвали Тузиковы нас Как грелку Не вешай нос, Юнга Ты еще станешь Мухтаром Аршавкиным Матч Как это не прискорбно Но ты, дружок, остаешься за старшего Хотя я бы больше доверял малышу Ага Учти Родители сказали, что малыша нужно обязательно накормить И обеспечить ему максимально полезный для ребенка досуг Да понял, понял Ой, просто поиграй с ним Хотя я бы рекомендовал Еще обязательно посмотреть научно-познавательную передачу про жизнь грибов Какие грибы? Ты с ума сошел? Сегодня по телеку финал чемпионата мира Не важно Главное, поиграй и накорми Да не вопрос Малыш будет поигран и закормлен Эээ, ой Покормлен и заигран Ой Эээ, в общем, будет в шоколаде Ладно Я уже опаздываю Ха, можешь на меня положиться Эх Хе Хе Болейте с нами Кричите с нами Свистите с нами Ведь сегодня финал Финал Надо, надо, надо Гол, гол, гол Ура Лови гол Вот здорово Поймал гол Здорово бы нам от мамы влетело Кто же в доме в мяч играет, а? Малыш Но я хочу играть Я же ребенок Мне нужен этот Максимально полезный досуг Какой досуг Это же чемпионат мира Финал Смотри Вон Мухтар Аршавкин побежал Мухтар Давай Мухтар Мухтар Я не хочу Мухтара кричать Я хочу с тобой играть Ну А ты Ты убрал игрушки в своей комнате? Нет Так давай, давай Иди, привели там все А потом Потом поиграем Ага Я все убрал Давай играть Уже? Ну куда, мазила? Ну бей, бей Ты зубы почистил? А что, уже ночь? А руки помыл? Ты же обещал, что я буду поигран И накормлен Малыш, а давай я сейчас матч посмотрю А потом с тобой поиграю Хорошо? Но я сейчас хочу А то ведь придется все маме рассказать У нас перерыв на рекламу Оставайтесь с нами Ладно, хорошо Давай быстренько поиграем и покушаем Ммм Ммм Ну как А теперь я хочу поиграть в кораблик. Матч закончен. Всем пока-пока. Ну вот. Всё пропустил. Дружок, ну хочешь, я с тобой футбол сыграю? Ну что, так и просидел весь вечер перед телевизором. Про малыша хоть не забыла за своего футбола? Нет. Ну, футбол футболом, а теперь посмотрим про жизнь грибов. Я специально на запись поставил. Такие передачи пропускать нельзя. Болейте с нами, кричите с нами, свистите с нами, ведь сегодня финал! А? Вот я инфузорья какая! Я же вместо грибов футбол записал. Генка! Ты гений! Вперёд в прошлое! Эй, ты чего? А, не отдай! А ну отдай! Ой, о, мам, привет! 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 Как дела? Как в школе? У меня по математике петёлка. Умничка. А ты, дружок, исправил двойку по-русскому? М-м-м, нет. 14 ноября, в четверг, состоится матч сборных Магистрс Докс и боевые хвосты с участием Билла Сеттера и Тоби Акчерем. Мама, мамочка, можно мне на матч послезавтра пойти? Пожалуйста, очень-очень тебя прошу. А как же двойка? Исправлю, обещаю! Завтра будет пятёрка! Хорошо, будет пятёрка, будет билет на футбол. Ура! Спасибо, мамочка! Ты самая добрая! Не забудьте про обед. В холодильнике торт, но только после супа. А я на репетицию. Мама, а я уже обедал. Можно мне погулять? Конечно, солнышко. Фу, тыквенный. Мач. По вторникам всегда тыквенный. Может, по кусочку толтика? Нет. Маму нужно слушаться. Ой-ой-ой. Молодец! Два очка заработал! Дядь, ой! Малыш, не зимай! Да успей я выучить этот русский! Малыш, зимой! Я с вами! Двужок! А как же русский язык? Учи, сестрёнка! А кто говорил, маму нужно слушаться? Обхожу справа. И мяч в кольце! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Всё, плакал мой футбол. Опять двойка. А я пятёрку обещал. Вот бы вернуться во вчера. Я бы точно ни в какой баскетбол играть не стал. А зубрил бы правила. А теперь мама ни за что билет не купит. А ты попроси Гену. Он тебя чик и на машине времени во вчера перебросит. Точно! Геночка, любименький, хочешь я подежурю за тебя? Или в теннис научу играть? А? Хочешь? Проси что угодно. Только на тебя, Надежда, сделай машину времени. Мне очень нужно прошлое. Это невозможно. Да помоги ты ему, Генка. Гена, сынок, можно тебя на минутку? Ура! Свершилось! Дружок, сенсация! Чего так кричать? Все ещё спят. Я изобрёл машину времени. Ого! Вот это да! Вот это да! Итак, 12 ноября, вторник. Готовы? Да! Три, два, один, пуск! Смотрите, 12 вторник. Я ещё четверг не подчеркну. Тыквенный точно вторник. 14 ноября, в четверг, состоится матч сборных Магистерс Докс и боевые хвосты с участием Билла Сенттера и Тобби Овчаренко. Мам, а можно мне в четверг на матч? Двойку я исправлю, обещаю. Завтра же пятёрка будет. Будет пятёрка, будет и футбол. И не забудьте про обед. Мама, а я уже обедал. Можно я погуляю? Конечно, солнышко. Гетка! Спасибо, друг! Малыш, до мной! Ура! Выучил! Пятёрка у меня в кармане! Молодец, дружок. Может, тогда по кусочку толтика? Ой, а где он? Неучтённый фактор. Мама, мы про торт забыли! Да уж, наш розыгрыш разоблачён. Но это не страшно. Ведь теперь ты знаешь, чтобы исправить свои ошибки, не обязательно попадать в прошлое. Ну что, успеешь исправить двойку? Конечно! Одна нога здесь, другая в школе! Так я не поняла. А Таут-то будет? Девушки отдыхают. Ха-ха-ха! 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 Лиз, не заметил. Не заметил, не заметил. Собирай теперь и всё. Ха-ха-ха! Ну ладно. Аршавкин, Аршавкин, Аршавкин! Опять один Аршавкин! Гвоздь мне в кеды! Я сказала, собирай, а не мусори! Ты что делаешь? Эти шоколадки для всех! Да мне не шоколадки нужны, а карточки! Это карточки с футболистами, понимаешь? Я собрал почти всю команду, а вратаря всё нет и нет. Мне б твои проблемы. Мне б карточку вратаря. За вратаря я готов на всё. Эй, убирай то, что раскидал. Ты дежурная, ты и убирай. Двужок! Вот попался бы мне этот твой вратарь. Ты бы у меня быстренько всё убрал. И пол подмёл, и пыль протёр, и вообще. Ооо, угадай! Ну, дружок, теперь ты мой. Малыш! Откуда у тебя футбольная карточка? Мама дала. Слушай, малыш, давай меняться. Я дам тебе все свои карточки, а ты мне одну свою. Они же мятые. Не, мне мой дядя больше нравится. Я никому его не отдам. Может, договоримся? Если я для тебя что-нибудь сделаю, отдашь? Помоги мне картинку дорисовать. У меня рыцарь получился, а дракон никак не выходит. Хм, делов-то. Вот тебе твой дракон. А теперь давай мою карточку. Не нравится мне твой дракон. У меня рыцарь красивее. Ладно. Вот тебе другой дракон. А это не дракон, а свинья какая-то. Ты мне рисунок испортила. Не дам я тебе свою карточку. Малыш, не плачь. Давай я что-нибудь другое для тебя сделаю. Поиграй со мной в кораблики. Лиза! Лиза! А? 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 Ты мне все кораблики поломала. Здорово. Наливо. Направо. Еще, еще, еще. Я хочу еще. Так, все, с меня хватит. Я целый день пляшу под твою дудку. О, а под дудку ты еще не плясала. У нас был уговор. Я свою часть выполнила. Теперь карточка моя. Она была почти у меня в руках. Лизочка, ну не расстраивайся. У меня есть другой дядя. Хочешь, я тебе его отдам? Не нужен мне твой старый пес. Вот сиди теперь один и играй с ним. Я больше возиться с тобой не буду. Ха-ха, нашел, нашел. Гвоздь мне в кеды. Представляешь, этот вратарь упал на меня буквально с неба. Правда здорово. Теперь у меня есть вся команда. Осталось тренера наклеить. Ну, он наверняка один на миллион. Хочешь, я тебе его отдам? Малыш, помнишь, ты хотел отдать мне другого дядю? А теперь не хочу. Может, договоримся? Ладно. Самый честный город. 23 июня, 19.00, финал Лиги Чемпионов. Ух ты! Круто! Это же просто мечта! Билет на финал! Надо же, угораздило кого-то потерять! Коля Шпиц. Школа 63, 8-й Б. Цепная улица, дом 5. Ну что ж ты, Коля! Ха! О, мужок! Ты чего такой? Мяч до кольца не смог докинуть. Ген, можно тебя на пару слов? Ну, я в восстолге! С чего вдруг секреты? Больше двух говорят вслух. Мужской разговор! Ген, ну, я знаешь чего? Я просто спросить хотел. Вот если бы ты какую-нибудь вещь нашел. Ну, например, суперский микроскоп. Ну, там, самый лучший, к примеру. Ты бы его себе оставил или владельца бы вернул. Это зависит от всего многообразия факторов. Если необратимость процесса... Ген, короче, вернул бы или нет? Вернул бы. Ага. Ну, ясно. Наверное. Стоп! Бужок! Колись, что ты там нашел? Лис, ты чего? Не понимаю! А что это там у тебя? Отстань! Нет там ничего! А ну-ка, покажи! Та-да-да-дам! Ты должен вернуть билет. Этот Коля Шпиц, может быть, всю жизнь мечтал сходить на финал. Да на финал вся страна мечтает попасть. Пошли. Прямо сейчас. Отстань, Лиска! Некогда сейчас. Сам отдам. Без тебя. Да отдам! Точно! Обещаю! Так, все! Лис, представляешь? Хотел отдать билет и потерял. Ума не приложу. Куда подевался? Дружок, смотри. Я книжку у тебя взял почитать. А то билет нужен. О, спасибо, малыш. Лис, я верну. Ну, я сам понимаю. Смотри мне. Ну, ура! Представляете, потерял кошелек, а там вся моя зарплата. И вернули. Какой-то студент пришел в офис и отдал. Поразительно. Последнюю неделю по всей стране проходил тайный конкурс «Самый честный город». Так как все замиранием сердца ждут финала Лиги Чемпионов, то мы разбрасывали кошельки с билетами на этот решающий поединок. Там же был указан адрес владельца. Самыми лучшими показателями по возврату находок вперед вырвались два города – Далматинск и Пёсбург. Неужели ничья? Но в последнюю секунду прибежал дружок Барбоскин и вернул билет. Ого! Они меня фотографировали? Итак, Пёсбург – самый честный город. Все участники конкурса, вернувшие находки владельцам, приглашаются в студию. Каждый получит билет на финал Лиги Чемпионов по баскетболу. Ура! Наш город – самый честный. Ура! Молодец, дружок! Спасибо, дружок! До свидания, дружок! Я попаду на финал! Вечные ценности Тебе купили лайфон? Ну да, крутой телефончик! Что? Да не, у меня похуже, конечно. Кто неудачник? Я? Да ты знаешь! Ты знаешь, какой я! Сдался мне твой лайфон! Эй, подожди! Подожди! Папа! Нет! Ну, папа! Нет! Ты газету держишь вверх ногами! Дружок, у тебя уже есть отличный телефон! А? Я не могу каждый месяц покупать тебе новый! Вот скажи, для чего тебе этот лайфон? Перед друзьями похвастаться? У нас в семье принято хвастаться глубокими знаниями и хорошими оценками! Привет! А у меня новый лайфон! Где ты его взяла? Победила в вокальном конкурсе молодых талантов! А главный пииз! Лайфончик! Соловей мой! Соловей! Голосистый! Сааа! Лиза! Мне надо с тобой серьезно поговорить! Я прекрасно понимаю, что просто так ты мне свой лайфон не отдашь! Я тебе лайфон и не мечтай! Поэтому я решил сделать тебе такое предложение, от которого невозможно отказаться! Если ты отдашь мне этот телефончик, я научу тебя играть в футбол! И подготовлю к вступлению в сборную команду нашей страны! Представляешь, какие там зарплаты! Ты сможешь купить себе целый мотоцикл! Да хоть вертолет! То есть получается, что ты меняешь свой лайфон на вертолет! По рукам! Ага! Ты меня уже научил в шахматы играть! Тренер! Лизка! Ну подожди! Ну хочешь, штангу тебе отдам! А? Такая сильная будешь! Кеды еще есть! Смотри, совсем новые! Может, ковер возьмешь, а? Лизка! Слушай, а помнишь, когда тебя папа на чемпионат водил, тебе свою футболку подоил этот, как его там, Кардавкин? Да, Аршавкин! Точно! Я у тебя ее давно хотела попросить для клипа, в котором я буду сниматься! Представляешь, я в форме Аршавкина! Мы спортсмены, а не обоегены! А-а-а-а-а-а-а-а-а! В общем, меняю лайфон на фому, е-а-а! Ты с ума сошла? Она же тебе велика! Можно и подшить! Нет! Эта форма для меня святое! Я ее своим внукам буду показывать! Футболка того самого Аршавкина! Гвоздь мне в кеды, если я ее кому-нибудь отдам! Ну тогда булавку мне в туфельки, если я кому-нибудь отдам свой лайфончик! Соловей мой, соловей, голосистый соловей! А почему вы мне не хлопаете? Я же спел лучше, чем Лизка! Разве мы хлопаем неудачникам? Нет! Разве мы хлопаем тем, кто не следит за модой? Нет! Только современные, модные, крутые и продвинутые дети достойны аплодисментов! Почему это я не продвинутый, а Лизка продвинутая? Потому что у нее есть последняя модель лайфона! А у тебя нет! Неудачник! 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 Я исправлюсь! Исправлюсь! Ах! Бу! Лизка! Я согласен! Привет! Через что я с тобой говорю? Да-да-да! Теперь у меня тоже лайфончик! Как неудачник! Опять неудачник! У меня же лайфон! Лайфон гвоздь мне в кеды! Как устарел! Совсем? У тебя уже новый! Что? Эй! Подожди! Не вешай! Вот видишь? Чуть-чуть подъезла и в самый лаз! Выкини свой старый лайфон! Не будь смешным! Лайфон ничто! Лайфон 2! Все! Живи в ритме лайфон! Папа! Тридцать третий ген Вам бы с черепахами в футбол играть! И то продуете! Если мяч пойдет по константной под углом тридцать градусов к штанге Значит, по формуле Собачевского надо отбить его с энергией пятнадцать килоджоулей Ура! Гол! Что и требовалось доказать! О! Рано радоваться! Это у тебя случайно получилось! Сейчас супер мега футболист дружок Барбоскин восстановит справедливость! Косинус в кубе минус синус тригонометрической производной Ишь ты какой умник! Ага! Надо изменить пространственное направление кинетической энергии на восемь градусов! Гол! Дружок прииграл! Дружок прииграл! У-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Дружок, ты чего? Дина, умней меня! Дина, умней меня! Дружочек! Тридцать третий ген? Или как стать умнее? Ну да, журнал научной генке прислали Гена, Геночка, смотри! Теперь я смогу стать умным и всегда буду побеждать в футболе Ученые обнаружили, что так называемый 33-й ген отвечает за ум и сообразительность У некоторых псов этот ген отсутствует или ослаблен Понял! Мне наверняка не достался! Вот ты и обыграл меня! Лаборатория профессора Бобикова разработала специальный состав, который вживляет в организм недостающий 33-й ген Там и формула этого состава написана! Сделаешь его, а? Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Вот стану умнее! Сразу на чемпионат мира махну! По телеку меня покажут! Дружок не знает поражений! Он супермозг нашего футбола! Да, Генка? А потом, если я такой гениальный, так я и тебе помогу какое-нибудь открытие совершить Получим с тобой Нобелевскую премию и в газетах про нас напишут Спешите прочесть! Дружок Барбоскин изобрел вечный двигатель! Дружок Барбоскин изобрел межгалактический космолет! Дружок решил проблемы сельского хозяйства! Ученые выяснили, кто самый умный пес на свете! А-а-а! Молодец! Готово! Да, то есть нет, то есть да, но тебе нельзя Как нельзя? Да, нельзя! А то это, мало ли кем станешь Я не понял, ты мне брат или не брат? Брат, и поэтому не хочу подвергать тебя опасности А ну отдай! Ни за что! Я понял! Ты его сам решил выпить, чтобы стать еще умнее! Я его сейчас вообще вылью! Только попробуй! Ген, а ты телевизор потянул? А что это было? Тридцать третий ген для ума Ага Верни мой тридцать третий ген! Малыш, сколько будет косинус в квадрате умножить на три? Не знаю Фух, на него не подействовало Вот еще, буду я ему на такие легкие вопросы отвечать Хи-хи-хи-хи-хи-хи... Письмо Генка, пляши! Тебе письмо пришло? Из океана! Ой! Тоже мне тайное общество! Я и так знаю, что вы мне сюрприз на Всемирный день футбола готовите! Африканские крокодилы живут в дикой природе, на берегах болотеских... Барбоскин обходит мостолыгина, обводит эти грии и бьет поворотом! Двадцатилетний скотин достигает трех пяти метров в длину... Дружок, тебе что, заняться нечем? Нечем? Каникулы ведь! Вот объясни, почему все вокруг заняты делом? Генка наукой, Лиза сочиняет песни, я дежурю, а только тебе одному скучно! Охотятся крокодилы ночью... Дорогой Гена, пишет тебе акула Лёля из Тихого океана. Мы тут все акулы в океане очень голодные, а кушать нам нечего. Приезжай к нам, пожалуйста, привези что-нибудь покушать. Акула Лёля. Может быть, они и фуавду голодают? И пишут мне письмо? Дельфины же умеют разговаривать на своем языке. Может, и акулы писать научились? Кажется, я знаю, кто у нас тут акула. Оп-оп! Спасибо! Опа! 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 Дружок, где ты взял это письмо? Где-где? В почтовом ящике. Вроде умный, а иногда такие вопросы задаешь. Ха-ха! То есть, ты его не писал? Генка, ты перегрелся, что ли? Ага. Ну, хорошо. А я, знаешь ли, не поеду к Тихому океану, пока акулы не пришлют мне второе письмо. Пусть подтвердят, что им действительно нечего есть. Ого! Точно перегрелся! О! Я уверен, что это дружок меня разыграл. Вот увидишь. Сейчас он явится и подложит в ящик второе письмо. Тут-то мы его и поймаем с поличным. Тсс! Идет! А-а-а! А-а-а! Малыш! Попался! Оп-оп-оп-опа! Опа! Ха! Посмотрим-посмотрим, что они мне приготовили. О! О-о-о! О-о-о! А что? Похож! Ха! Акулы голодают. Хм. Так вот он про что говорил. Почему все заняты делом и только тебе одному скучно? Теперь буду помогать акулам. Малыш, зачем ты написал мне это письмо? Я очень хотел, чтобы ты их покормил. Они бы на Ельсе стали добрыми и больше никогда никого не кусали. Я бы сам к ним поехал. Меня мама не отпустит. Ребята! 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 Пока! Дружок, ты куда? Я только акул покормлю в океане. И сразу назад. Скажите маме, к ужину буду. Ура! Ура! Акул стал добрее. Дружок, вернись сейчас же. Генка! Я обязательно вернусь! Стой, я тебе говорю! Ха-ха-ха! Лиза, малыш, помогайте. Тащите его. Тащи его, Лиза. Отпусти! Там же акулы голодают. Никто там не голодает. Как не голодает? А как же письмо? Вот, у него спроси. Ха-ха! Ну, малыш, устроил же ты нам представление. А если бы я действительно в океан улетел? Ха-ха-ха! Мне тут письмо пришло. Такое странное. Дорогая мама, приезжай к нам в Африку и покорми нас, пожалуйста. А то мы голодные. Африканские крокодилы. Хочу, чтобы крокодильчики тоже стали добрыми. И я, и я, мы с тобой друзья. Да, и я, и я, мы с тобой друзья.